Здравствуйте, кадеты! Здравия желаю, товарищи, погоди! Вольно! Символично, что 23-я годовщина со дня образования Горского кадетского корпуса проходит именно здесь, на Мемориале памяти и славы. Среди высеченных на каменных плитах именах защитников Отечества стоят смирно молодые ребята, готовые также без колебаний в любую минуту встать на защиту страны. На празднование собрался весь кадетский корпус, преподаватели, воспитатели и сами кадеты. В числе гостей также представители администрации городов республики, правительства, а также гости из Дагестана. Я искренне верю, надеюсь и желаю, чтобы каждый из воспитанников Горского кадетского корпуса и из будущих воспитанников Горского кадетского корпуса осознавал эту ответственность, которая на нем лежит, и мог, хоть ему хватало сил, достойно нести это звание. Я ляк тубах, лапшон, пусть вам всегда сопутствует удача. За эти 23 года Горский кадетский корпус зарекомендовал себя как одно из элитнейших образовательных учреждений военного направления. Из стен этого заведения вышли многие ребята, у которых в дальнейшем сложилась блестящая военная карьера. Не сбавлять оборотов и двигаться только вперед. Такими словами напутствуют будущих защитников Родины старшее поколение. Какие подвиги и достижения достигли наши деды, прадеды, чтобы, равняясь на них, мы могли смело нести такой же путь, достойный уважения всего народу Ингушетия. Разумеется, какой праздник без подарков. 23 года срок немалый, поэтому и подарок должен быть солидным, считают гости из Дагестана. На картине «Бескрайнее море» единственное, чего, по мнению гостей, не хватает в благодатному краю Ингушетии. А от властей Магасов подарок корпусу миниатюрная копия Аланских ворот. И скульптура «Орла», чтобы ребята не забывали о своей богатой истории. После торжественного марша на первый план выходят новобранцы кадетского корпуса. Эти ребята еще не получили свою форму, но с минуты на минуту уже смогут по праву произносить девиз кадетского корпуса «Кадет, кадету, брат». Слова звучат громко и четко. Церемония принесения присяги, пожалуй, самый ответственный и важный момент для этих ребят. Клянусь, быть преданным своему отечеству, своему народу, святостить память предков. Клянусь, быть честным, благородным, дисциплинированным. Возможно, значимость своего выбора в полной мере ребята осознают чуть позже. А пока их поздравляют родные и близкие. Кто-то поступил в кадетский корпус по собственному желанию, а кому-то такой выбор диктуют гены. Мы здесь сегодня читали посвящение кадетам к клятву. Нам выдали удостоверение кадетам Российской Федерации и кинжалы, чтобы мы были полноценными кадетами. Конечно, без поддержки старших товарищей ребятам никуда, а помогать им в обучении воинской дисциплине будут уже старшие курсы. Я хотел бы также пожелать новым новобранцам в кадетском корпусе слушаться своих старших воспитателей, педагогического коллектива. Также придерживаться дисциплини. Гости отмечают, воспитанники горского кадетского корпуса каждый раз зарекомендовывают себя на самом высоком уровне. Обмен положительным опытом с соседними регионами – это то, к чему стремится руководство корпуса. Даже вот такие у нас есть перспективы и такие планы с директором. Я хочу в следующем учебном году взять один взвод, группу детей, перевести к себе, а наших дагестанцев перевести к села, чтобы больше и дети общались, скрепилась наша дружба между республиками, в целом между народами нашими. С таким размахом празднования годовщины образования Горского кадетского корпуса не было уже давно. Но здесь, надеются, это станет уже традицией. Тамерлан Хумхоев, Мейрбек Мержоев, Новости 24.